доброго времени суток сегодня ездила покупала пряжу в основном это ализе и сейчас хотел вам показать какую пряжу я купила рассказать пряжу из которой я вязала уже какая мне понравилась какая-то нет ну начнем с такой это ализе ангора gold у нас в составе у нас идет у нее 80 процентов акрил и 20 процентов шерсть такую я брала я взяла на бактус и буду вязать может быть какие-то повязки и взяла еще такую же ангора gold вот в таком цвете из нее я уже вязала я вязала из нее себе кофту мама у меня связала такой вот лоток бактус можете посмотреть как смотрится камера цвет конечно чуть передает по-другому так и также у меня у мамы есть такая из нее же повязка чалма то есть но тут у нас вяжется очень хорошо пряжи сама по себе неплохая она особо не лезет при том что есть составе шерсть она практически не колется но после вто она становится абсолютно мягкой податливой поэтому очень приятно носить изделие из нее так потом взяла вот такую ализе уже лана gold в бежевом в сером цвете я уже брала ее тоже неоднократно у меня есть всевозможные свитера джемперы из нее тут у нас 51 процент акрил и 49 процентов шерсть но на данный момент у меня начала вот из такой серенькой взять шапочку могу в принципе показать то у нас будет шапка тыкловка приятная на ощупь то несмотря на то что там составе там сколько 49 процентов у нас шерсти пряжа мягкая не колется . мне нравится но это я про пряжу из недорогого относительно сегмента пока просто покупала ездила я ее так вот такую взяла ализе реальные 40 ни разу я ее не брала но решила что-то взять попробовать даже не знаю пока что из нее буду вязать составе 60 процентов акрил и 40 процентов шерсть вот взяла два таких моточка ту всю остальную пряжу я брала по упаковке просто достала по одному клубку чтобы не шуршать так потом ализе baby best я еще взяла тоже по одному клубочку достала такая вот она в голубеньком розовеньком цвете 90 процентов акрил 10 процентов бамбук из такой пряжи мы вяжем пледы на заказ то есть у нас оказывают детские пледики и всем даже могут не тачки тоже это не тачек очень даже неплохо сейчас вот у меня есть два пледа которые я еще не отправила их уже оплатили я буду отправлять под видео напишу размеры пледов которым вяжем потому что сейчас я его раскрыть конечно могу но все равно будет его не видно вот такой в розовом цвете и вот такой в голубеньком свете ленточку вот это делаем чтоб она убиралась то есть кому не нравится и можно убрать будет просто пледик так еще заказали голубенькому пинеточки поэтому еще есть вот такие вот на санишные пинеточки в основном берут на подарки новорожденным очень часто просят к одеял на пледику что-то еще связать но в основном пинетки мы сипушки хорошенькие так еще я взяла вот такую вот это уже будет тоже детская лизы baby wool у нас тут по составу 40 процентов шерсти 40 процентов акрил и 20 процентов бамбук взяла ее просто пока не для чего может это будут шапки взял еще вот в таком же цвете то есть это все будет зависеть от того чтобы заказывать но в основном последнее время яркие цвета не заказывают яркие пока на новорожденных заказано на подарки вот пледики берут голубенький синенький а так шапочки пинеточки штанишки кофточки в основном заказывают в таких нюдовых цветах поэтому и взяла взяла еще вот такую yarn art это у нас тоже турецкая пряжа 55 процентов катон 45 полиакрил это я наверное на следующее лето свяжу себе какую-нибудь кофту тоже взяла упаковку так еще вот такую взяла пехорку детский каприз нескольких цветах здесь 50 процентов шерсти меринос и 50 фибра у меня составе по моему все так да ну все одинаковое это уже на какие-то более яркие детские вещи на повязочки зелененькие на вставочки иногда мне надо из желтенькой пряжи я уже брала такую так у меня вот осталась такая повязочка салоха так называемая зала тоже так и было у меня еще такая же розовенькая вот тоже из нее повязочка тоже побольше по размеру так конечно непонятно на голове смотрится лучше намного так еще взяла вот такую ализе лана катон тоже взяла упаковку тоже пока не знаю что это будет состав 26 шерсть 26 катон и 248 акрил я вообще как бы не всегда покупаю то что именно мне нужно или то что заказали я могу просто купить чтобы было есть шопоголики я наверное пряжи больших есть так можно выразиться за такую пехорку народная я уже ее брала я связала из нее шапку себе и хочу сейчас еще из нее 30 шерсть 70 акрил хочу сейчас еще связать либо это будет шарф либо это будет снут пока я тоже что-то не определилась но я думаю что определюсь ну вот вроде все вся моя покупка это было все в основном ализе турецкого производства на следующей неделе я поеду покупать уже более дорогую пряжу посмотрю какая будет по ассортименту по цвету хотела купить какие-то яркие сочные красивые цвета но к сожалению их просто не было вот это все что я взяла это вообще выбор почему-то у нас сейчас стал по пряже очень маленький несмотря на что что вроде у нас сейчас перелеты в турцию открыты и как бы мне казалось что сейчас проблем не должно быть поставок с поставками но к сожалению очень маленький ассортимент и очень мало почему-то у нас продают именно вкусных таких цветов каких-то ярких в основном все какие-то постельные тона или какие-то ну такие прям совсем или совсем такие какие-то вот прям кислотные я не очень люблю такие хотела взять еще какую-нибудь пряжу малинового цвета но вот масс малинового красного вообще не было то есть была еще белая но кстати я брала белый ализе лана gold вот такой же но не в том магазине в котором я обычно беру а в другом и почему-то я из нее мучилась когда вязала вязала я из нее шапку тыковку тоже да у меня просто нитка она постоянно раскручивалась то есть не было у дико неудобно вязать несмотря на том что у меня спицы были четверка по моему или три с половиной то есть почему-то то ли и у меня вот я задалась вопросом то ли подделку начали какую-то делать то ли просто партия такая вот как бы это не совсем удачная что-то я заболталась ну вот на этом вроде все все мои покупки пряжи спасибо вам за просмотр целую пока пока а